МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Добро пожаловать в Марфу Мариинскую обитель. Сегодня у нас в гостях член Союза писателей России, автор таких книг, как «Преодоление земного притяжения» Иоанн Дамаскин. Тиражи его книг быстро расходятся по всей России и выдержали множество переизданий. По его сценариям снимают кино. У нас в гостях самочитаемый православный писатель России протеерей Николай Агафонов. То есть такая легенда, что император Павел подошел к такому солидному батюшке благословиванию. Я, говорит, не батюшке, я, говорит, дьякон. Вот, говорит, надо различать. И они наградные считались. А вот этот крест, который сейчас священникам вручают, вот сразу после рукоположения, он при Николае II вообще был установлен. А священник пока их не наградили, без крестов ходили. Так же вот, ну, староблят сейчас от нас, хоть они и твердо придерживаются, но если они поправильно все, то они тоже даже без крестов, они тоже с крестами ходят. Крест был, прерогатив, только епископ в древности. В Древней Руси бы вы и священника не увидели с крестом, только епископ. Если вот с таким бы увидели крестом, значит, уже епископ. С каменьями там. Потом, ну, так же, как и Митра. Митра, первый Митр вручил Екатерина своему духовнику. И с тех пор стали Митра вообще. Митра – это же архиерейское облачение. – А у вас не тратили эти кресты? – Да, эти все кресты с каменьем – это право ношения креста с каменьем. Это награда патриарша. – И Митр. – Не просто после окончания учреждений? – Нет. – Именно какие-то награды? – Ну, я знаю, что когда учился даже в советском семинаре, то академию заканчивал, то все-таки 8 лет учился, им давали уже сразу крест желтый такой, называется, позолоченный, перстный. Такие случаи были. Практика такая была. А так священник, который руководится, ему дают такой беленький восьмиконечный крест. Вы, наверное, видели молодых священников с таким крестом. И вот это крест тот, который в первоположении. А потом проходит какое-то время, и он ограждает золотым крестом. А уже потом с каменьем, с украшениями. – Какой у вас крест был? – Ну, крест один. Просто я уже имею право такой носить. Поэтому можно различить. Это как у военных, похоже, в звании. Там, например, до офицеров, но есть капитан, майор, полковник. Различает. – А у вас какой член, если полковник? – Ну, у меня полковник. Если по реестрам царским. Потому что метрофорный, даже протерей. Вот приход человека к Богу – это всегда огромное событие для самого человека. Можно назвать его вторым рождением духовным. Жил человек, ему говорили, что Бога нет. И вдруг приходит такой момент, когда человек начинает задумываться. Начинает проходить путь, который называется в литературе богоискательством. Вот такой же путь прошел я. Потому что я не был воспитан в традиционной церковной семье. Но, как и многие мои сверстники, молодые 70-х годов прошлого 20 века, я пришел в церковь по зову сердца. То есть пришло время, когда я стал задумываться над тем, для чего человек живет, в чем смысл человеческой жизни. И это ко мне пришло, когда мне было 15 лет. Вот первые мои мысли, вообще о смысле жизни, те, что привели к Богу, это 15-летний возраст. Я помню, как я один раз лег в кровать, уже засыпая, вдруг подумал, как хорошо, завтра я проснусь, будет новый день. А потом подумал, а ведь так же я буду через 10 лет снова ложиться в кровать, так же просыпаться. Пройдет еще 30 лет. Я так же буду вечером ложиться, утром просыпаться. И у меня вдруг такая мысль промекнула, что у меня сон пропал сразу. А ведь придет такое время, сказал я себе, Коля, когда ты протянешь ноги в последний раз. То есть ты уже не проснешься. Вот эта мысль о конечности человеческого бытия настолько пронзила меня. Я бы сказал, ну это вот молодые люди редко задумаются, ведь кажется им, что они вечно живут. Но меня эта мысль пронзила. То есть я увидел реально себя уже умирающим старым человеком, когда и врачи бессильны, и родственники ничем не могут помочь. Все, конечно, сожалеют, но я еще мгновение, и этот мир для меня исчезнет раз и навсегда. В связи с тем, что нас учили, что у человека души нет, то вместе с разрушением его тела, с разрушением мозга, все мрак и полное небытие. И вот тогда невольно возник в меня протест. Как так? Человек любил, творил что-то, жил, надеялся, и все это покроется могильным холмом, и ничего не будет. В чем же смысл человеческого бытия? Сказал сам себе. Этот вопрос меня занимал, я так и не заснул. Но утром, когда я пришел в школу, я его сразу задал учительнице своей, классовая руководительница. Я спросил, а в чем смысл жизни человека, если он все равно умирает, и жизнь прекращается, и все исчезает, что было? Она говорит, ну как, смысл жизни, жить на благо будущего поколения. То есть она мне, учительница, вот эту коммунистическую идею, что человек должен жить ради блага будущего, она благородная идея. Но я с ней согласился, как молодой человек сказал, ну что же, я буду жить для блага будущих поколений, которые также будут когда-то умирать в свое время. Есть ли в этом смысл? Есть ли они сами смертны? Может быть, я тогда не сумел так точно выразиться, но я протестовал, моя душа протестовала, против того, чтобы считаться навозом, который бы удобрил жизнь будущих поколений. Я не согласился с этим. И тогда учительница сказала, хорошо. Это действительно не очень-то. Она понимала абсурдность, это где жить ради каких-то мифических и неизвестных поколений. Ты закончишь школу, у тебя будет жена, у вас будут дети. Вот жизнь ради детей, в этом есть смысл. Я говорю, нет, я не согласен. Я чей-то ребенок, значит, во мне смысл жизни моей матери во мне. У меня в моих детях, у моих детях в их детях, у моей бабушки в моей матери. Какая-то чехарда получается. Человек рождается, и у него смысл в том, кто умрет через 20-30 лет после него. Самый большой. Намного ли переживают дети своих родителей, поколений так же. Я говорю, с этим не согласен. А если у меня вообще детей не будет, что у меня есть смысла, жизни нет. Вот она не сумела. Она отмахнула, сказала, иди так, ты еще и в религию подашь. Так, вроде, как в воду глядела. Я задумался тогда впервые, когда не получил ответа, для чего же человек живет, если он умирает. И у меня такая промелькнула мысль, если нету жизни после смерти, то вот эта жизнь обессмысливается. Потому что с концом этой жизни, с разрушением человеческого сознания исчезает даже память у этого человека об этой жизни. В могиле памяти нет. Нет того, о чем Лермонтов воспевал, что дуб зеленее, и дуб мы эти. И против этого протестует человеческая природа. Вот так протестовала моя, юношеская природа, и она заставила меня задуматься и заставила усомниться в догматах атеистических о том, что человек не имеет душу. Я подумал, что после этой жизни должно быть продолжение. Тогда жизнь-то имеет смысл. Даже так подумал. Если есть какая-то еще жизнь по смерти, то эта жизнь становится какой-то важной ступенью. То есть я, значит, не зря на свете живу, я что-то, значит, должен сделать, чтобы и в той жизни жить. Ну, это было смутно все, но с этой поры я стал больше задумываться. Я стал расспрашивать свою бабушку, царствий небесный, Кирьянова, Муза Викторовна, Муза Николаевна. Это Ява Викторович. Муза Николаевна была интеллигентной женщиной, закончившей 4 класса гимназии до революции. Я помню, как я с ней проводил атеистическую работу, когда я пришел со школы. И после уроков по происхождению видов дарвинизма стал бабушку убеждать, что вот человек подошел от обезьяны. Она мне внимательно выслушала и сказала, внучок, я по гимназии знакома с этой гипоизой господина Дарвина. Ну, скажи, откуда же произошел тот первый микроп, от которого ты говоришь? Я это не мог объяснить. Ни ДНК, ничего мне не помогло бабушке. Она говорит, кто-то должен был эту жизнь начать, как бы она ни происходила. Вот бабушка у нее мудро так сказала. Значит, все от Бога. Потому я не... И, ну, тогда я, конечно, не стал спорить с бабушкой и не смог бы. Но я помню, вот когда теперь уже прожив ну, жизнь, что ли, я считаю, большую жизнь уже прожил все-таки. Мне сейчас 56 лет. И вот 30 лет служения в церкви. И теперь, возвращаясь назад к тем годам моего неофитства, уже анализируя вот этот свой приход к жизни, настоящий церковный, я думаю, что все-таки здесь сыграла роль и мистическая. Это именно молитва матери. Дело в том, что, когда я был маленьким, я очень любил читать книги приключенческие, как все, наверное, дети. Тогда это сейчас дети не читают. Тогда дети в захлеб читали Жульверна, Стивенсона, Майнрида, Фенимор Купера. И вот я, начитавших этих писателей, когда мне было 12 лет, убежал из дома с целью, значит, путешествовать в Америку, помогать бороться, значит, краснокожим индейцам с бледнолицами этими захватчиками, охотиться на бизонов. И убежав из... С сестре только я сказал, что я побежал в Америку. План у меня был такой, поездами добраться до Владивостока, значит, там пробраться в трюм корабля и приплыть. Наивный совершенно план, но вот есть же роман, по-моему, у Майнрида, и кого-то, когда мальчик в трюме, так корабля тоже уходит. Конечно, у меня весь этот пыл, задор путешествий закончился, как только закончились сухари в моих карманах, и я вдруг вспомнил, знаете, как блудный сын, что в доме отца моего хлеб едет, а я здесь голодую. Но я еще подумал о матери, меня стал совесть мучить, я вдруг подумал, мать-то ведь там будет беспокоиться за меня, и вообще расстроиться, надо возвращаться назад. Но вместо того, чтобы снова сесть на поезда, как-то добраться, я решил сдаться в милицию, думал, что милиция меня побыстрее к матери доставит. А милиция вместо этого меня отвезла, где всех приспризорников собирает такой вот, называется, детский приемный распределитель. Я попал в среду уголовников, и мать, ничего не зная обо мне, милиция, конечно, записала, что сын пропал, но искать, естественно, никто не искал. И мать, обезумев от горя моя, и не видя ни в ком поддержки, впервые в жизни переступила порог храма. Вот что я считаю началом таким мистическим толчка, что ли, моего. Потому что она, когда пришла в храм, и храм это был в честь казанской иконы Божьей Матери, увидев образ Престой Богородицы, она упала перед ней на колени, и стала молить, что Престая Богородица, но она не знала, как молиться, вот у тебя сын твой, ты так же за него переживаешь, я вот за своего сына переживаю, помоги мне, чтобы мой мальчик не пропал, не прибился к каким-то бандитам, не погиб, вернулся бы целый, и направь его на путь истинно. Вот она просила, чтобы на хороший путь. То есть молитва Матери первая, я считаю, каким-то образом, вот Престая Богородица повернулась лицом вот к этой женщине, не церковной, но искренне молящей за сына. Я считаю, эта молитва, может быть, сыграла в том, что когда-то через три года, вот в пятнадцать лет, вдруг во мне проснулось желание узнать о том, для чего человек живет. То есть вот со счетов скидывать молитву родителей никак нельзя. Теперь это я, конечно, тогда этого не понимал. Но мой путь в советское время, я думаю, многие помнят из старшего поколения, что тогда приход в церковь был ЧП для всех родственников. Это было чайное происшествие. Я помню, когда мой дядя коммунистом и работник ответственный, узнав, что вот я собираюсь поступать в семинарию, он так сказал, что это, Николай, вроде нормальный парень, надумал в наш космический век какой-то там бог, церковь. Для многих людей это действительно было тогда непонятно и считалось это ненормальным. Потом неофитство прошлого века, времен атеизма, вот 70-е, 80-е годы, очень отличается от неофитства нашего времени. Тогда не было такого масса прихода в церковь, но интеллигенция уже пошла. Многие так протестно пошли против вот этого атеизма советского строя. Многие сознательно, но как бы то ни было, в церкви стали появляться молодые люди, интеллигентные и простые рабочие пареньки, вот такие, как я, и приходили ребята с вузов, с высшим образованием в советское время. Ну, в процентном отношении, конечно, по сравнению с 90-ми годами, когда приходили уже сотнями, тысячами, в то время это были единицы. И мы как-то все знали, вот в Москве друг друга все интеллигенция, верующая знала, и как-то собирались, общались, знали в других городах. Вот нас мало было, но все известен был священник, который, допустим, занимался с людьми с неофитом, потому что не каждый священник в то время осмелился вот с молодежью заниматься. Тогда это было, ну, опасно, так скажем. Во всяком случае, в те годы мог чей-нибудь как бы, его могли снять со службы. Что потом я на себе испытал уже, когда сам стал священником. Вот дальнейший мой приход к Богу пролегал через год армейской службы. То есть, если я в 15-16 лет смутно только подумал о том, что есть ли жизнь после смерти, значит, есть и тот мир духовный, и Бог, то уже служа в армии, я всей душой тянулся что-то узнать о Боге и о вере. И поскольку не было никаких источников литературы, кроме художественной, наша русская классика, это энциклопедия православной жизни, Толстой, Достоевский, Гоголь. Вот в армии я и читал. Я перечитал Достоевского. Все, что школьной программы не хватило, и все, что я не прочитал в юности. Помню, братья Карамазовы в армии меня потрясли буквально. Для меня на многие вопросы Федор Михайлович Достоевский ответил. Многое для меня стало ясно. Беса тогда не нашел, роман, а вот братья Карамазовы, идиот. Конечно, многое оттуда я почерпнул. Некоторые вещи прямо до сих пор наизусть помню отрывки, насколько меня потряс Зостоевский, конечно, Лев Николаевич Толстой. И вообще, самое интересное, что в детстве, когда нам ничего нельзя было узнать о церкви, когда говорили, что вот верующие люди, это неграмотные, и отсталые, невежественные люди, мы о церкви узнали как бы случайно из уроков литературу. Но я вот, например, помню свое первое удивление, когда я в Отрочице прочитал книгу Льва Николаевича Толстого «Детство». И там его герой, он, милая себя, молится о папеньке и маменьке. Вот я, знаете, я забыл, о чем книга. А вот это почему-то на всю жизнь запомнил, что вот этот мальчик так искренне молится за папеньку, за маменьку, свою Богу. Потом, что еще коснулось уже у Льва Николаевича Толстого, у него поразительное православное произведение, несмотря на все его дальнейшие заблуждения. Вот «Война и мир», по-моему, если я не ошибаюсь, княжна Мария Балконская, она молится на ночь. «Господи, неужели мне одр сей гроб будет?» Толстой пишет с начальника слова, вот это вечерняя молитва, преподобная Иоанна Дамаскина, в будущем того святого, о котором я буду писать свой исторический роман, но впервые, не зная автора этой молитвы, впервые мне тоже очень задело эти слова. Я думаю, что какая-то была предрасположенность вот к чему-то религиозному, к чему-то святому. Они запечатлились, и все вот. Это какой-то маленький отрывок от молитвы запечатлился на всю жизнь. И в армии у меня завершилось окончательно мое богоискательство. Я стал читать много атеистической литературы с тем, чтобы что-то узнать еще конкретно о православной вере, о ее догматах. Особенно мне помог словарь теиста. Например, я открывал на букву Т, Троица. И там пишется, вот, христиане, вере, что Бог един, но в трех лицах Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух, святый. Дальше описывается, а потом идет вот эта вся шелудень, эта вся критика. Я все это откидывал, в тетрадочку аккуратно выписывал. Бог един, трех лиц, Бог-отец, Бог-сын, значит, лица все равны. Дальше открываю. На В, вознесение. Вот, по евангельской легенде, как пишут теисты, значит, Христос взял своих учеников Петра и Анна Якова, зашел на гору Фавор, и дальше. Я все это выписываю. Что такое вознесение? И у меня уже в армии, благодаря чечистской катетуре, в тетрадке были выписаны все главные догматы православной церкви. Я их уже знал в армии. Вот так я работал. Но самое поразительное, на букву «С», когда я открываю семинарии, и там пишется, как сейчас, до сих пор, с греческого семинария переводится «рассадник». Это среднеучебное заведение русской православной церкви у нас. в настоящее время их существует три семинарии. Это Московская в Загорске, Ленинградская и Одесская. Вы представляете, для человека, который вообще говорит, что церковь скоро умрет, ничего нет, вдруг такое открытие. Существует три семинарии и две академии в советской атеистической стране. Для меня это было потрясение. И вот, когда я об этом прочитался, я решил, пойду учиться в семинарию, раз они есть. Это тоже узнал из атеистической. Больше ниоткуда не было. узнать. Ну, и затем, вернувшись с армии, я вдруг решил все-таки исполнить, переборол. У меня желание идти, стать моряком, путешествовать. То есть, на время, я думаю, я буду верующим моряком. Вот, буду плавать, капитаном, приплыву, схожу на берег, помолюсь и снова пойду. учился, учился, стал в речном техникуме на судоводительском факультете, но не идет мне ни математика высшая, ни, значит, все эти, навигации, все-все прочее. Меня тянет к истории, к богословию. Я бросаю техникам на третьем курсе. И буду, да, когда я пришел с армии, то первым моим делом было прийти в храм и поисповедаться впервые в жизни, прийти исповедь и причаститься. Ну, я шел в храм, думаю, сейчас приду, там же молодых людей нет, меня с распростертыми объятиями примут, а мне, как мне обрадуются, как меня окружат вниманием. Ну, я пришел, действительно, стоят в основном пожилые женщины, несколько старичков в то время, молодых людей, но у меня никто особо внимания не обращает, ну, стоит паренек. Вышел батюшка пожилой исповедовать, я уже, теперь-то знает отец Федор, ну, вот батюшка этот, значит, прочитал, что-то непонятно для меня, и потом стали к нему подходить люди, он стал накидывать на них, вот, и Петрахили разрешать. Я подошел сразу на меня, и Петрахили накинул, и прочитал на молитве, ну, как так, я еще ничего не исповедовал, уже все, отошел недовольный. Значит, говорю, женщина, хотела исповедоваться, она к батюшке, батюшка, мальчик, юноша хочет исповедоваться, но женщина казалась настырная, она к нему все-таки добилась, отца Федора, он мне принял исповедь, а я же не знал, что там, в общем, грехи причисляет, кайф, потом все подходят, я хотел специально все поисповедоваться, но самое главное, что, когда я прочистился, конечно, была радость такая, вышел, но осталось чувство досады, вот, что, думаю, как-то ко мне невнимательно, думаю, что мне здесь искать, в нашей церкви, в городе Тольятти, это, вы знаете, в Самарской сейчас области, в Куйбышевской области была, и вот я решил тогда ехать в столицу нашей родины, Москву, тут много, значит, тут и монастырь, Лавра Троя Сергия, тут и храмов много, думаю, там я найду свое. Субтитры создавал DimaTorzok